Межправительственная конференция о начале переговоров Украины и Молдовы о вступлении в Европейский Союз уже назначена на 25 июня. В какой степени, на ваш взгляд, наши страны готовы к этому процессу, в том числе учитывая то, что в Украине продолжается война, а в Молдове не урегулированный Приднестровский конфликт? В Молдове не урегулирован не только Приднестровский конфликт, в Молдове до сих пор не урегулировано отношение к пророссийским политическим партиям, которые крайне активно пытаются все-таки устроить другого типа войны, другого формата на улицах Кишинева и так далее в рамках избирательных кампаний. И нужно не забывать о том, что ненаказанное зло, ненаказанные пророссийские партии в итоге приводят к горячим войнам, которые мы видим сегодня в Украине. Я просто хочу, чтобы в Молдове это не забывали. То есть не бывает так, что в одном месте это работает вот так, как в Украине, а в другом месте это работает как-то иначе. Это в любом случае будет вести к трагедии Молдовы, в том числе сохранность пророссийских партий, которые еще и съезды у себя иногда позволяют проводить в Москве. Это что касается... Да, я не вмешиваюсь во внутреннюю политику, я просто со стороны говорю, как это выглядит. Что касается начала переговорного процесса, независимо от наличия горячих точек, у вас в Приднестровье, у нас безусловно горячая война, это не имеет никакого значения для как раз таки формирования общей повестки, общей экономической повестки. Потому что Евросоюз это прежде всего единое экономическое пространство, в котором, и здесь я уже буду говорить позитивные для нас с вами вещи, Европа видит и Украину, и Молдову как неотъемлемые части единого экономического пространства, и это Европа заинтересована в ускорении начала переговорного процесса. Потому что здесь будут обсуждаться вопросы трансформации государств, трансформации экономики, трансформации регуляторной части национальных экономик для того, чтобы мы были синхронизированы с общие европейскими экономическими правилами. И мне кажется, что это очень хороший и очень благоприятный для нас с вами путь, и он будет достаточно комфортен, ну и очень полезен, потому что, опять же, он повысит конкурентность экономики Молдовы, с одной стороны, ну и конкурентность, безусловно, экономики Украины. Что касается военной части или что касается политической части урегулирования Приднестровского конфликта, это другие тематики, и мне кажется, здесь тоже Европа максимально сейчас демонстрирует заинтересованность стопы, чтобы вот таких горячих точек или потенциально горячих точек в центре Европы точно не было.